эфир телеканал rbk продолжает программы интервью сегодня мы работаем нашей выездной студии в столице башкирского заураля в городе сиба где проходит 4 все российские инвестиционные сабанту из урале 2022 и сейчас нашему разговору подключается президент центра стратегических разработок владислав онищенко владислав валерьевич приветствую вас дубрино начало как сибаи наверняка не в первый раз и программа 1 1 1 1 1 отлично мне очень нравится во-первых это во-первых по сравнению с московской погода здесь просто отличная погода не шестой день подряд дожди а солнце и всего во-вторых то что то что я сегодня видел и в тех мероприятиях которых форум которые успел поучаствовать они наполнены жизнью это прям очень радует если первое впечатление от жизни сейчас может быть нервное еще какое-то то здесь прямо понимаешь наполняешься позитивом но тогда начнем разговор вот непосредственно с небольших субтерриторий региональных назовем вот здесь вот за урале куда входит несколько районов республики башкортостан с вашей точки зрения вот такие никогда депрессивные субтерритории все-таки имеют в современных реалиях ну такую перспективу более положительно нежели чем когда-то не оценивались нужно вот повторюсь депрессивными и у нас точно не для экономики и не для инвестиций ну во-первых смотрите они отдаленными выглядят на фоне республики башкортостан а если посмотреть все таки это странная часть большой страны то вокруг тоже люди живут я хочу сказать что в этом смысле они находятся корей в центре как вся республика поэтому думаю что а перспективы есть б конечно это все не быстро то есть ожидать что вчера как вы говорили территория была депрессивной а завтра она станет лучшей по всем показателям невозможно она станет лучшей по отдельным показателям постепенно это потянет другие ну например удалось собрать рекордные урожаи зерновых казалось бы мелочь но поскольку одним из приоритетов очевидно большие много районов большая земля малая доля относительно малая доля продукт сельского хозяйства в общереспубликанском как говорится зачете явно есть перспектива одна из проблем низкого урожайность изменения нельзя просто взять и улучшение лучше копать землю да то есть больше людей нагоняешь на поле или тракторов сразу ничего не поменяется эта история комплексная высокая урожайность означает на самом деле резкое повышение эффективности использования земли использования ресурсов на самом деле потому что другие технологии управления другие технологии производства пришли и так постепенно в других направлениях ну например если будет создана туристическая зона я и так я понимаю что я что здесь хорошие перспективы и ночевал я сегодня в абзаково и был удивлен тому что фактически не до конца еще конечно швейцарская деревушка в центре южного урала но в общем и целом это же частные инвестиции и поэтому да помог помаленьку потихоньку но ситуация меняется а если говорить по крупному то конечно крупные производства и крупная сдвиг в вопросах занятости это конечно промышленность в данном случае и сфера сервиса под сферой сервиса прежде всего понимается транспорт есть хорошие перспективы для для строительства железной дороги связующие с в районе собственно оренбургской области состыковывающей то что сейчас есть во вторых все-таки мне кажется что транзитная функция у республики в целом и у южного как сказать за уралия в этом смысле тоже большая перспектива особенно в случае поворота на юг и на восток транспортных потоков во вторых промышленность все-таки республика в целом промышленная успешно промышленная и одна из зон за уралия это добывает горнодобывающая вообще добывающая промышленность и вопрос только в том какой добавленная стоимость будет то есть одно дело добыть загрузить и отправить этого делу переработать получи довольную стоимость оставь создать рабочие места потом отправить куда-то или потребить на месте но скорее всего значительность продать во вне республики и во вне страны я думаю что хорошая история но реальность это 35 лет когда жизнь может точно поменяться лучшую сторону но тогда отсюда территорию уже к к региону непосредственно не так давно был создаться создана группа рабочая называется уфимский диалог центр стратегический разработок вошел в нее зрителям скажем о том что это рабочая группа создана для того чтобы преодолевать те санкционные риски тесто санкционное давление которое есть в один на экономику россии с вашей точки зрения вот все-таки преодоление этих самых последствий санкций трудно ли она нам дастся и все-таки в первую очередь фокус региональных властей на что с вашей точки зрения должен быть направлен в этом преодолении наращивание своего либо искать логистические цепочки для того чтобы вновь привести но с других рынков или каким образом ну смотреть конечно даст тяжело ну уж а загибается шапками точно не тот вариант который пройдет основная проблема две на самом деле ну можете знать да что с движущей силы в экономике их не так много это что земля капитал человек да нуки предпринимательский талант что землей здесь все более-менее хорошо она есть как мы уже только что говорили ее нам просто в этом лучше использовать нас другие технологии но все же капитал да с капиталом есть сложность конечно же но это вопрос поиска и как будет действительно капитал инвестиции частично должны быть поиск внутри но из привлекая извне не обязательно при этом из-за рубежа она может быть и из центральных регионов россии из тех регионов где будет сокращение производства здесь мне кажется она будет расти в любом случае они точно придут вот на что я хотел обратить внимание это на две вещи первое это на технологии и второе это на человеческий капитал все-таки чтобы мы не говорили носителями технологического как бы знания являются люди и в этом смысле региональным властям вообще региону башкирия просто мне кажется в этом смысле достаточно успешность задача справляется уже многим бы поучиться это обращать внимание на то как что люди должны получать новые специальности постоянно находиться процессе обучения прежде всего обращаю внимание вроде бы ушедшую из первых полей с первых передовица как раньше говорили газет но от этого на самом деле менее значима задачу обучать обучение цифровым специальностям не смысле программистов а в смысле цифровизации обычных бизнес-процессов обычных технологий переход на новые цифровые технологии как это важно все новости на котором хотим изобрести или импортировать они такие то есть первое человеческий капитал а это для образования и здравоохранения создание здесь сети пускай за счет инвестиций все остальные республики социальных учреждений на самом деле это очень правильный шаг только вопрос чему будут учить если вы учите современному рассчитанному на технологические изменения будущего это одна история если будем привносить старые стандарты прошлого века или начала этого века это создаст снизит социальную напряженность но не позволит сделать шаг вперед и второе на что имеет смысл обратить внимание это конечно использовать тот потенциал который есть может что говорили про промышленность одна из мы умеем советских времен было известно что мы если мы что делаем мы можем даже делаем хорошо но она выглядит не очень говоря современным языком выпуском промышлен объемов промышленной продукции темпами роста инвестициями все выглядит привлекательно и хорошо а вот с промышленным инжинирингом а именно как сделать чтобы это хорошо выглядело было легким и удобным чтобы был хороший образ и бренд и так далее так далее так далее и с этим на самом деле в республике в целом и в меньшей степени то что городобывающая промышленность они просто но все равно но и за уралью еще предстоит конечно по заниматься относительно связей власти регионов с зарубежными странами мы видим что сейчас достаточно активно наложиваются связи в частности в башкортостане все-таки начали власти региона активно подписывать и различные соглашения с руководителями соседних стран но и с другими зарубежными дальними тоже а вот с вашей точки зрения вот такая стратегия когда мы уходим от федерального тренда да когда все-таки вот внешнюю стратегию внешней связи налаживали федеральной власти регионами все-таки ногу как-то все это было помельче насколько правильно в современных реалиях с точки зрения что вот сейчас если федеральные там каким-то образом ограничены но региональные может быть каким-то образом попытается выстроить и я вам так скажу это все во первых это правильно во вторых все все новое это хорошо забытое старое есть прекрасный пример например китайские провинции к которым в какой-то момент времени была поставлена задача кипя и как говорят по-современному инвестиции и они зачастую действовали практически как предприниматели которые рассчитаны на увеличение прибыли и на инвестиции этой прибыли на территории каждой провинции по большому счету это привело к тому экономическому чуду который мы наблюдаем в случае китая если мы вернемся так сказать от китайской истории которому не грех поучиться к нашим реалиям то мне кажется это очень правильный подход потому что основные экономические возможности для инвестиций не в в трубопровод от западной границы до восточной и не железную дорогу от грани там от одного моря до другого моря а в большую часть отраслей промышленности сервиса инфраструктуры это прежде всего региональный уровень и земля который можно выделить региональная и объекты инфраструктуры региональные регулирования бизнеса малого среднего региональные и так далее поэтому это правильно действие в этом смысле регионов напоминает действие бизнесмена который пытается оптимизировать это тоже правильно потому что если в этой истории кто-то и может наилучшим образом выстроить экономическое будущее это бизнес и которые заботятся о своем процветании о своем выживании а регионы в этом в этой роли выступает как большой единый бизнесмен просто у которого забота который в лесу целый регион поэтому мне кажется совершенно верно стратегий сафа валерь вот если говорить о креативных индустриях но помним мы лет 10 назад все регионы страны вдруг почему-то поняли что для них выходом из ситуации и наполняемости бюджетов будет знаете туризм и каждый регион разрабатывал свою туристическую какую-то знаете стратегию презентовали ее на всевозможных площадках но мы видим взрывного там какого-то роста туризма внутреннего ну вот на всех выделенных территориях во всех 85 субъект мы не видим но тем не менее каждое в этом стучал себя в грудь что вот туризм это наш приоритет сейчас все активно говорят о каких-то креативных индустриях о том что именно креативной индустрии спасут регионы и каждый начинает говорить о том что вот именно у нас они пойдут что такое креативная индустрия с точки зрения того что цср активно тоже этим занимается для регионов нужно ли всем это повально и вообще что же такое креативной индустрии в понимании регионов В понимании регионов это, конечно, сейчас достаточно аморфная штука, но это, скажем так, есть официальное определение, но мы оставим это в стороне и скажем, что это конгломерат отраслей, которые так или иначе связаны с творческой, реализацией творческого потенциала человека. В общем, достаточно широко понимаемого, и это от дизайна, в том числе промышленного, о котором я уже говорил, до, естественно, искусства, до производства кинопродукции, до компьютерной графики, IT-разработки и так далее. То есть, вот это, включая дополнительное образование, то есть, на самом деле, многие сферы относятся, так или иначе, к сфере креативной сферы, там, где монетизируется или превращается в бизнес, собственно, творческая нацеленность. Почему такое, как сказать, обращение на это внимание? Дело в том, что в крупных городах, к которым, например, Уфа точно относятся, если мы берем мировой опыт современности, естественно, города растут в первую очередь не за счет того, что все больше и больше заводов строится по окрестностям. А скорее в том, в тех сферах, где быстрее и больше задается добавленная стоимость. Это, прежде всего, творческие, профессии, которые задают творчество. Будет ли это изобретательство, или это будут IT-разработки, или это будут те или иные финансовые сервисы, которые к креативной индустрии не относятся, но все равно. Это вопрос сервисов, это сфера услуг. И экономика таких городов на 15-20% зависит от совокупности этих творческих индустрий. В случае с республикой, первое, на что просто его обратить внимание, конечно, как я говорил, в моем понимании, что является объективной потребностью, это на промышленный дизайн. Республика является пионером, и у него удачно получается реализовывать кластерный подход в промышленность. С промышленным производством, с инвестициями, с заводами умеют обращаться хорошо. Проблема в том, что для того, чтобы это продать, достаточно произвести, как я уже говорил. Нужно еще уметь это обернуть красиво и сделать наиболее эргономично, удобно, полезно и так далее. Многое, что мы покупаем, как потребители в магазине и как покупают другие фирмы, они имеют впечатление или ожидание качества, удобства и так далее. Это вот очень важный аспект. Мы хорошо умеем делать качественную вещь, она, может, не сломается. Но проблема в том, что при этом ее и не покупают часто именно благодаря этому. Поэтому, говоря про творческий подход, очень было бы здорово на базе кластеров промышленных, которые реализуются, реализовать, дополнить, докрутить именно творческий. Это инжиниринг, это инженерная школа, это маркетинг, это брендирование, это каналы продвижения. Вот это вся совокупность. То есть, если мы говорим, что туризм может быть и не для всех, то креативные индустрии точно подходят многим. Они везде более-менее есть, просто разные. На самом деле, туризм, это тоже ни за один день не получится, ну как и с туризмом, слушайте. Ну вот не было вот той самой швейцарской деревни в южной, так сказать, в предгорьях Южного Урала, да, нету. Вот еду, сегодня был в прекрасном месте в городе, в дом, кафе, где хотел остановиться выпить кофе. Он сделан в стиле фактверка, собственно говоря. Он бросается в глаза. То есть, хочется сказать, что это не из этой реальности. На самом деле, вот туризм про создание такого рода маленьких местечек, возможность, это тоже, ну как, нельзя с утра встать и сказать, ох, сегодня мы сделаем красиво. Так не работает. Это занимает время. Ну, да, это создает рабочие места и создает дополнительный спрос. И главное, что людям тоже нравится жить в этих местах, где так красиво и удобно. Ну и тогда, завершая разговор, хочу спросить вот о пути к новой экономике в регионах. Все-таки этот путь, насколько длинный, да, продолжительный, я не знаю, там, километровый, с колдобинами ли, да. Но тем не менее, вот когда мы говорим сейчас в последнее время, что нам нужна новая экономика, новая экономика в регионах, может ли она действительно развиться с регионов и превратиться в такую большую? Может. Ну, у каждого региона свой путь. Конечно, когда мы говорим про регионы достаточно богат, ну, с той структурой экономики, с той структурой человеческого капитала, который уже есть, глупо забыть обо всем и делать совершенно принципиально новое, не обращая внимания. Весь вопрос уже не в том, что надо сохранить старое и развить что-то новое, да, дополнительно. Так вот, это новое, ну, занимает, в действительности, занимает годы. То есть, я бы сказал, что новая экономика, включающая в себя новые, о чем вы сегодня уже спрашивали, но я не очень ответил просто. Новые логистические цепочки торговой связи, да, новые производства в новых селекторах, это в любом случае 3-5 лет. Да, в том, построить кафе и открыть это быстро, год. Но запустить любую новую производственную цепочку и сделать новое промышленное производство, это уже год-два, три, как пойдет, сложность. Вырастить новых людей с новыми специальностями или привлечь новых жителей, которые будут чем-то заниматься. В IT ли это будет или в сфере кинопроизводства или реализовать там кластер по беспилотной авиации, это 3-5 лет. Когда это от стадии идей дойдет до стадии, что... Ну, это если мы говорим про интенсивное развитие, а не взяла текущую... Ну, если мы хотим жить по-разному, а как мы будем называть это новым названием, то мы можем делать каждый день. Точно. Спасибо вам большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Я напомню, вместе с нами был президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Я напомню, смотрите РБК, будьте в курсе о событиях, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин